Девушки отдыхают 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 Дан, мне проблемы не нужны Позвоню копам Перенесешь ее на кровать? Ну да, это, конечно, многое изменит Да, у нас тут смерть от несчастного случая Нордсайд, Джексон стрит Нет Опасности нет Это самоубийство Как завтра? Нет Сегодня Она умерла Вы не понимаете? Нет Травма Тим не констатировала ее смерть Если б у нее была страховка, я бы вам не звонила Если вы не поднимете свою задницу Я приду и разнесу ваш сраный участок к чертовой матери Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей, мне похуй, что вы там про меня напишете Скоро приедут Предложили подержать ее во льду до завтра Представляешь уровень наглости? Ну, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь Ты потеряла близкого человека А они получают по сотне таких вызовов каждый день Ты сейчас что, их оправдываешь? Просто рассуждаю Надо хоть одеть ее, а то она выглядит не как человек, а как тело Подожди снаружи, ладно? Ви, закрой дверь Пожалуйста Есть сигарета? Разве ты куришь? Давно уже бросила Просто мне сейчас нужно что-то кроме воздуха Дай закурить, Ви Ладно, бери Это был ее порт сигар Хочешь, могу отдать Нет, раз он тебе нравится, оставь Я даже рада, что он оказался у тебя Черт, Эва Это я виновата Я думала Если оставить ее в покое и дать время Она встанет на ноги Не понимаю, как так вышло Я думала, Эвелин будет бороться до конца Ты помнишь, что с ней делали? Мне кажется, она как раз боролась Я больше ни о чем не могу думать Только об этом Технически с ней все было нормально Кухольный чип работал Значит, была какая-то еще психологическая травма Я еще покопалась в ее виртах И нашла Дубмана Он держал ее у себя Насиловал Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он ее продал Погоди, ты нашла еще записи? Я стала пересматривать поврежденные Там, конечно, много помех Трудно что-то разобрать Но я все равно в этом рылась В какой-то момент я нашла что-то вроде эха от нашей ссоры Когда мы виделись в последний раз Но она тогда не записывала Тогда почему это сохранилось как вирт? Не имею ни малейшего понятия Может, она Через какое-то время Переживала это воспоминание заново Может, имплант включался Когда ее... Ну, вроде как, знаешь Форма защиты Думать о прошлом вместо настоящего Чтоб не так больно Что Дубман с ней делал? Ты видела? Да И теперь хотела бы разведить обратно То есть он не просто хитрожопая мразь, а еще и моральный урод А выглядел нормальным Он хорошо маскируется Я ведь его знала А тоже не думала, что он настолько отмороженный И с этим пора что-то делать Например? Пока не знаю Позвоню Сьюзи Спасибо, Вей Прости, мне надо немного побыть одной Я тебе позвоню Тебе точно ничего не нужно? Нет, но... Спасибо, что спросила Если что случится, я всегда на связи Привет, Джуди Как себя чувствуешь? Херово, но у меня появилась идея Думаю, тебе просто нужно больше времени Чтобы пережить горе, нужно преодолеть все этапы, знаешь Шок, гнев, депрессия Я сейчас на этапе гнева Здесь пока и останусь Потому что с гневом я знаю, что делать Ну, рассказывай, что придумала Бар Лизис когда-то был борделем В какой-то момент тигриные когти убили там на одну девушку больше, чем люди могли стерпеть Поэтому мы взяли все в свои руки И теперь это наш круг Так вот, то же самое надо сделать и в облаках Ты хорошо все обдумала, Джуди? Точно? Я вообще ничего не обдумывала Ты пойми, шельмы добились свободы не потому, что сидели на жопе ровно и ничего не делали Я знаю эту историю, с клубом все вышло не так уж гладко А я и не говорила, что в этот раз выйдет гладко Эва пошла в облака, потому что ей там казалось безопасно Ну а результат ты сама видела Ви, я больше не могу притворяться, что я ни при чем Ты уговорила шельм захватить облака? Нет, я тебя хочу уговорить В облаках есть те, кто нам поможет Ты с нами? Ладно, сделаем это Ееее, круто Ну так, какой у нас план? Погоди, сначала надо поговорить с Майкой Маэдой Без нее можно даже не начинать что-то планировать Майко Маэда? Кто это такая? Она не официальный босс в облаках, довольно хороший А официально она кто? Просто кукла, то есть никто Эвелин, Майко, у тебя в облаках много знакомых Ну я там когда-то работала, помогала доводить до ума их поведенческий чип А почему ушла? Из-за атмосферы Отовсюду воняло принуждением Ты уверена, что эта Майка нас поддержит? Если бы я была уверена, я бы ей просто позвонила, а не уговаривала тебя помочь Давай по-другому Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает, а не вышвырнет в окно? Да, конечно Ну это уже что-то Когда пойдем к ней? Рано утром, облака будут закрыты, сможем поговорить без свидетелей Насколько рано? До восьми, встретимся у входа Хотя нет, давай лучше на балконе над клубом Зайдем незаметно, никто не узнает, что мы там были На балконе, хорошо Привет, Ви, спасибо, что пришла Говорить с Майкой – это как играть в 3D-шахматы Не дай сбить себя с толку Может, расскажешь о ней побольше? Чтобы я знала, о чем говорить Нет, говорить с ней буду я Судя по всему, я иду просто как телохранитель С чего ты взяла? Просто я ее лучше знаю А как ты хочешь переманить ее на нашу сторону? Скажу правду Про то, как и почему погибла Эвелин Думаешь, этого хватит? Нет, но посмотрим по ситуации Ты прямо комок нервов Мне сейчас охота душить этих тварей голыми руками Так что да, можно сказать, что я чутка нервничаю Я готова, идем Погоди, я открою Тут довольно сложные замки Такие без подготовки не откроешь Сможешь обойти их защиту? Ага, я очень надеялась, что с тех пор, как я ушла, у них тут ничего не поменялось Надежды оправдались Как два пальца За мной Джуди Альварес Сказала бы, что рада тебя видеть, но я терпеть не могу лгать А еще, как ты знаешь, я ненавижу незваных гостей Ага, я даже знаю почему Мне казалось, после Шельм тебе падать уже некуда Но теперь вижу, что ты скатилась еще ниже Ты дружишь с теми, кому здесь очень не рады Я о тебе говорю, Ви Я пришла за инфой и получила ее Я старалась, чтобы никто из тех, кто встал у меня на пути, не закончил бы в пластиковом мешке Спасибо большое А что тебе надо на этот раз? Снова будешь мучить наших кукол? Джуди хочет поговорить Насчет облаков Хочешь вернуться? Окей Я всегда говорила, что ты классный монтажер Не пойму только, зачем было притаскивать этот хвост Я не собираюсь возвращаться, потому что вы считаете кукол за мясо И это не изменится, пока мы не отберем облака у тигриных когтей Слушай, я понимаю, то что случилось с Эвой тебя потрясло А я думала, ты ничего не знаешь Было ясно, что ее ждет печальный конец Странно, что он наступил так поздно Мы должны что-то сделать Иначе со всеми будет как с Эвой Дубман насиловал ее, пока она была без сознания, а потом продал Как ненужный хлам О, надо быть спокойнее, Джуди Ладно, ты вроде в более адекватном состоянии Объясни, в чем дело Ты подумай над тем, что сказала Джуди Идея-то хорошая Смотри-ка, у тебя появилась первая настоящая фанатка Ты же знаешь, что Дубман сделал с Эвелин, когда ей нужна была помощь И ты согласна это терпеть? Клубом управляют боссы тигриных когтей Знаешь, сколько я для них значу? Столько же, сколько вы и ваши проблемы для меня То есть почти ничего Так может, ты вообще не должна тут работать? Давайте я сделаю вид, что вы не приходили По старой дружбе, Джуди Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь У вас будет два варианта Или вы сами отсюда выйдете Или вас вышвырнут Это не угроза и не фигура речи Просто дружеское предупреждение С меня хватит Я ухожу Разумный выбор А чтоб ты не думала, будто я совсем отмахиваюсь Через пару минут Форест будет на техническом этаже Один Ты пойми, я тебе не враг А я не спрашивала твоего мнения Ты выбрала не ту сторону, Майко Позволь мне самой судить Как все классно прошло Она просто нас послала Наверное, ей надо подумать Дадим ей пару дней Ну, может быть Позвоню ей завтра Между вами что-то было? Давно Мне тогда просто было одиноко Как и всем в Найт Сити Она тогда была совсем другой И я тоже Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным Дружески похлопать тебя по плечу Или всадить нож в спину Да Полностью согласна Просто она Когда-то мне очень нравилась Я не сразу поняла, кто она на самом деле Но Какая бы ни была Без нее никак Блин А ведь я могла утром уехать поплавать Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть Да и мне тоже Да, только это будет не совсем отдых У меня есть одна идея, я над ней работаю Но пока не уверена, что все получится Ну да, я что-то не очень представляю, как ты валяешься на шезлонге и пьешь коктейль через трубочку Если я лягу на шезлонг, я начну думать, как все могло бы быть А мне как раз этого и не хочется Ну, гадик, по-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Погоди минуту, что сделаем с Дугманом? А что ты сама хочешь сделать? Я хочу, чтобы кто-нибудь разрядил прямо ему в рожу обойму А лучше две Кто-нибудь? Да, и я хочу, чтобы это была ты Ничего не понимает, ни о чем не думает Ты уверена, что он придет? Ты же видела Майк Неужели ты думаешь, что она стала бы его тут держать, если бы он не выполнял ее приказ? А ведь логично Лично я не понимаю, почему этот гондон еще жив Так что, идем к нему? Конечно, время убивать Поехали на лифте, так будет быстрее Технический этаж Пупл Борис? Это Аскаракс! После того, чтобы сделать в Токио, Сидне и Парис, их следующий степень Эвелин умерла И ты пришла мне об этом сказать? Как это, блять, мило с твоей стороны? Вот тебе Поставь свечку Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна Я мог бы свернуть ей шею и повесить голову вместо люстры, пока она бы не начала гнить А я ее отвез к Криперу Так что мне за это причиталось Она должна быть благодарна И вы тоже Ну так вот тебе моя благодарность Убейте кто-то есть Убейте кто-то есть Пойдем отсюда Я думала, что почувствую удовольствие, облегчение Все, нажимай первый этаж Хочу уже выбраться отсюда поскорей Мне казалось, вот он сдохнет и мир станет лучше И чувство было такое, такое сильное Ну так мир и стал лучше Одним махом мы спасли всех, кому этот хер мог навредить Подумай об этом Они даже не узнают, что им что-то угрожало Что такое? Что опять не так? Ничего Надо вернуться к Майка с козырем в рукаве Что, взывать к ее чувству справедливости не помогло? Майка убедит только конкретика Минуту назад мне казалось, что ты хочешь все бросить Ви, я целыми днями обрабатываю вирты в подвале Какие шансы, что кто-нибудь придет и отстрелит мне башку? Мизерные Как и сострадание Майка В отличие от тебя, я не привыкла подставляться Но это все равно еще не конец Знаешь, я тоже люблю конкретику А, то есть для тебя тоже главный расчет Скольких ты положишь, сколько используешь патронов и сколько заработаешь Знаешь, не всех кормит искусство и мечты о свободе Иногда приходится спускаться на землю Ну, что дальше? Надо подумать Нужно больше людей, это точно Я поговорю с куклами Позвоню тебе, как что-нибудь придумаю До скорого, Ви, и спасибо Джуди, ну, придумала план? А, еще какой Приезжай ко мне вечером и все узнаешь Будут Том и Рокси Они согласились участвовать Кстати, Майка тоже будет Как ты ее убедила Достала козырь из рукава Вечером расскажу Только мне лучше вот что скажи Ты какую пиццу больше любишь? Пепперони из саранчи И много-много сыра Наш человек Так чего? Увидимся вечером? А как же иначе? Привет, Ви Заходи Пицца остывает Все на кухне? Мы как раз тебя ждем Садись Это Роксана Она работает в облаках дольше нас всех Привет Уважаю Судя по тому, что я видела это прям подвиг Наверное, мне просто везет Доедай свою халявную пиццу и дельтуем отсюда, окей? Как твои дела? Вроде все окей, но как-то очень тяжело Ну так какой у нас план? Дождемся, Майка У тебя до сих пор тут воняет трупом И так все время, да? В чем секрет? Деликатности тебе не занимать Что тут удивительного? Я никогда ни у кого не занимаю Кстати, Форест сегодня не вышел на работу И вчера тоже Вот черт, интересно почему? И больше не придет Не делай вид, что не знаешь почему Я? Понятия не имею Усвоит, окей? Вы там закончили здороваться или нет? Революция сама себя не совершит Я модифицировала поведенческий чип Он будет оснащать кукол системой мускульных рефлексов, которые... Короче, они смогут драться как соло Потрясающе! Работа над фальшивыми оргазмами Шельм не прошла даром Выйди, пожалуйста Здесь у меня никто не курит Ничего, проветришь Ладно, покурю в окно Выглядеть будет так, словно тело выполняет заученную серию движений Мы уже это протестили на томе Импульсы чипа подавляют природные рефлексы То есть человек по-настоящему переживает что-то типа киберпсихоза Но примерно то же самое происходит и когда мы работаем с клиентами Не верю, что у этого чипа есть одни только достоинства Что с побочными эффектами? Полный боевой режим автоматически запускается в случае угрозы И из него нельзя выйти Этого я обойти не могу И все? Не знаю Чтобы это выяснить, нужно несколько месяцев тестить чип на кучу народа Есть еще и моральный аспект Можно убить человека и даже ничего не вспомнить Если ты соло, тебе важно не только правильно двигаться Нужно настроить мышление так, чтобы принимать решения за доли секунды На это уходят годы Сомневаюсь, что твой чип может все это заменить Наверное, ты права, но другого выхода я не вижу На то, чтобы обучать людей у нас нет времени Как тебе пришла такая мысль? Я занималась чипом, когда работала в облаках Он выглядел так, будто его можно легко модифицировать Странно, как я не подумала об этом, когда мы разговаривали с Майкой И слава богу, в облаках до жопы камер и микрофонов Если бы ты такое выдала, тигриные когти приехали бы с отвертками и выковыряли эти чипы из кукол Ладно, покажи, как это работает Хоть кто-то это сказал Том Это я взяла из обучающего вирта про кунг-фу Неплохо, совсем неплохо Для базарного театра в Кабуке Прежде чем говорить серьезно, я хочу увидеть то, что может реально пригодиться Но ведь ты сама видела Я видела фокус Теперь покажите драку Среди нас есть эксперт по избиению людей Посмотрим, как Том справится с ней Ви Только не разнесите мне хату, я к ней привыкла Ну, подходи Что такое? Эй, ты меня слышишь? Ха-ха-ха, что я умею-то? Вы видели? Ух, дыхалки у меня так себе Ты гений, Джуди Это фантастика Если продашь технологию Станешь самой богатой Джуди в Америке Не, на свете и так полно машин для убийства Я не хочу превращать в них людей Так что после нашей вылазки я уничтожу Чипа Ви? Довольна? Я редко довольна, но вы меня убедили Давайте теперь к делу У вас есть элитный отряд из трех дуболомов и инженера Что дальше? Мы обезвреживаем всех охранников и тигриных когтей, как их встретим Обезоруживаем их и выводим на улицу Оп, и облака наши Боссам ставим ультиматум Мы отдаем им процент от выручки А они больше никогда не появляются в клубе И никак не участвуют в его управлении Так я и думала Безумный и наивный план Ты не видишь дальше одного хода вперед Если убить пару лбов из охраны, это ничего не решит Когти пришлют новых Надо убирать самого Хироми Сато Хироми Сато? А кто это? Настоящий босс облаков Приходит редко, но никто и чихнуть не смеет без его позволения Когти его уважают и слушаются Он один из них Можно попробовать с ним договориться, но шансов мало Я бы лучше подумала, как его запугать Где найти нам этого Хироми? В мегабашне H8 У него пентхаус с панорамными окнами на последнем этаже Он оттуда почти не выходит Я найду способ вас туда провести Не лучше будет напасть на него на улице, когда он будет жевать хот-дог Или отойдет отлить куда-нибудь в переулок Какой смысл нам пытаться штурмовать пентхаус, где сто процентов полно охраны? Хироми никуда не выходит в одиночку Так что, во-первых, без разницы А во-вторых, это просто демонстрация силы, наших возможностей По ножовщиной ты никого не испугаешь Ну как, Ви, Том, Рокси, согласны? Вы готовы к такому? Ммм, мне надо подумать Я еще никого в жизни не убивала А я готов, хоть сейчас Ви? Ты что, реально хочешь согласиться? Мы же не будем рисковать жопой ради кучки каких-то шлюх Мне бы не хотелось никого убивать Поддерживаю Ну, надеюсь, до этого не дойдет Главное показать, что Хироми ничего не решает Тогда боссы быстро выведут его из игры Я с вами, Джуди Я же сразу сказала, что помогу Спасибо, Ви Оставьте благодарности на потом, окей? Я дам знать, когда организую встречу с Хироми Мне нужно дня два Развлекайтесь, пока Майкл, стой! Может, подвезешь? Только, если будете ехать тихо А то опять голова разболилась Черт Прикинь, мне страшно, Ви Кстати, насчет благодарности То, о чем я тебя прошу Такое обычно никто бесплатно не делает Я понимаю, ты хочешь помочь Но я готова заплатить твою полную ставку Это будет справедливо Джуди Ты серьезно? Что вообще за глупости? Ну... Стоп, стоп, стоп! Тихо! Эй, Ви, все нормально? Ви, что с тобой такое? Все Все у меня уже лучше Ох... В чем дело, Ви? Ты чем-то больна? Помнишь налет, который заказала Эвелин? Мне надо было выкрасть биочип До конца жизни его не забуду, наверное Этот чип... А... Короче говоря, на нем сознание Джонни Сильверхэнда И оно сейчас прописывается поверх моего Ты это серьезно? Куда уж серьезнее Блять А с этим можно что-то сделать? Очень надеюсь Уже поздно, ты устала Можешь лечь на диване, если хочешь Да, спасибо большое Не за что, Ви Чувствуй себя как дома Приобретайте мясо только из сертифицированных кулинарных лабораторий Вторая после бутылитмой эпидемия в городе Это музыкальная лихорадка Лизи Уизи начнет концертный турне с Найдзи Писи И мирно известная певица скоро посетит наш город Билеты на концерт доступны только для лиц с кредитным рейтингом выше 700 пунктов Остальные фанаты смогут посмотреть... Привет, Ви Майка звонила Перед закатом встречаемся в Мегабашне Ты придешь? Конечно Тогда до вечера Привет, Ви Ты готова? Круто, что ты пришла Да, я подумала и решила, что вы правы Бывают случаи, когда единственный аргумент это пинок по яйцам и пуля промеж глаз Волнуешься, Том? Как ты поняла? Ты раньше никогда такого не делал Просто представь, что работаешь как обычно, но по другой программе У тебя получится Ты уже выяснила, как идти к Хироме? У меня есть чертежи здания, так что все схвачено Ну, не совсем все, но до пентхауса доберемся Проще всего подняться с технического этажа Я знаю, где там проход Да, кстати, а где Майку? Пошла к Хироме, чтобы у него не возникло подозрений Она задержит его, пока мы не придем Помните, всю работу должен делать поведенческий чип Не задумывайтесь, как лучше поступить Просто положитесь на инстинкты Если вы затормозите хоть на секунду, это может вам дорого обойтись Ну что, начинаем? Да, пора бы Сначала заходим мы, потом вы Идите прямо в облака Сначала заходим мы, потом вы Наконец-то движуха Осторожно, не нарвись на кого-нибудь Мне нужен приборный щиток с той стороны Можешь с ними разобраться? А что потом? Идем на штурм? Том и Рокси должны быть уже в облаках Начинаем по знаку Майка Они разбираются с охранниками, а ты с Хироме Но сперва тебе надо проникнуть в пентхаус Ты со мной не пойдешь? Двух человек намного проще заметить, чем одного Да и здесь от меня больше пользы Если они поднимут тревогу, я перехвачу сигнал А что с системой охраны? Ты ее выключишь? Я думала, что смогу, но прости, у меня не получится Придется тебе как-нибудь самой Ладно, я пошла Тебе в лифт с другой стороны Береги себя Как обстановка? Мы внутри В облаках Кто на какой этаж? Я возьму на себя первый А Том пойдет наверх Мы готовы Джуди, я на крыше Прыгай вниз, на балкон Только осторожно, ладно? По моей команде Давай! Я тоже Иди к камере наблюдения перед комнатой охраны Хорошо еще, что они в виртах Иначе все быстро бы накрылось Всегда любил женщин, которые способны по достоинству оценить чужие усилия Эта милашка как раз из таких Мне она тоже не нравится, слишком наглая Может перейдем к делу? Почему их там трое? Не понимаю Что она хочет сделать? Вот наша цель Хироми Сато Что они смотрят? Демо кандидатки на новую топ-куклу облаков Я ее сама выбрала Она заменит Эвелин И, надеюсь, окажется умнее А кто эти двое? Они будут смотреть наше представление Это боссы Хироми Сегодня у них на глазах он будет подыхать в луже собственной мочи Мы так не договаривались Посмотри на меня Видишь? Видишь это выражение неудивления на моем лице Я знаю когтей Для них власть всегда связана с силой Мы будем говорить на их языке Майко! Я отключу их от вирта И они будут недовольны, что их так грубо разбудили Мы должны сделать так, чтобы взамен они получили зрелище не хуже Понятно? Майко, наш план не предусматривал свидетелей Это же демонстрация силы А любая демонстрация требует публики Ты обещала помочь Джуди И вот мы ей помогаем Проблема в том, что она из другого теста Она витает в облаках и не понимает, что мир в Найт Сити не бывает без грязи, крови и смерти То есть ты хочешь заменить Хироми? Хм... Даже если придется вступить в тигриные когти? А ты знаешь какой-то другой способ защитить облака от других банд? Не нравится мне это Поздно сомневаться Том и Рокси уже все сделали Ваша кукольная революция уже началась Или мы сейчас вместе выиграем джекпот Или потеряем все Давай, делай Она Конечно не Пархер Эй, что происходит? Кто это? Это вестница последних дней Хироми Сато Она уже однажды подвергла опасности клиентов облаков Она убила Освальда Фореста Теперь она вторглась в личные покои мистера Сато И это еще не все Посмотрите во что превратился наш клуб под руководством Хироми Что? Что за херня? Я долго смотрела как Хироми Сато совершает ошибку за ошибкой Но сегодня Сегодня мы все увидели, что он стал бесполезен Ви, что она вытворяет? Облакам нужен новый менеджер Я правильно понял по этой пламенной речи, что новый менеджер уже стоит передо мной Погоди, Майка, ты, кажется, немного увлеклась А, похоже, вы еще не договорились Ви, надо их прикончить, мы для этого сюда и пришли Все, хватит уже болтать Давай разберемся по старинке Все, питье тебе! Больше я такого терпеть не буду Ви, какого хера ты устроила? Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Ну и что же? Они отомстят Ты превратила облака в бомбу с часовым механизмом Ты вообще пыталась всех наебать Мы-то с Джуди две идиотки Думали, что ты реально хочешь помочь куклам в облаках А оказывается, ты просто хотела занять место Хироми Браво! Только учти, я все еще могу это сделать И меня никто не остановит Ни они, ни ты Ладно, Ви, уматывай оттуда Выход на нижнем уровне апартамента Там рядом будет лифт Спустись на первый этаж Я буду ждать тебя у ларьков Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты... Ты ее убила? Господи, боже мой Ты ее убила Да она сама на меня кинулась Как иначе-то? Это все... Только отговорки Можно было иначе Майка прекрасно понимала, что делает Она знала, как это все кончится Считала себя неприкосновенной Ну, в этом она ошибалась Я должна уложить это в голове и побыть Одна Увидимся еще Пока, Джуди Привет, Джуди, как дела? Да, все по-прежнему А у тебя? Забавно, я как раз о тебе думала То есть, ты все время обо мне думаешь? Или я просто удачно попала? Откуда ты знаешь? Может, я ничего хорошего не думаю? Вау, полегче Ну, приятно, что ты вообще меня помнишь Я к тебе с просьбой С тобой не соскучишься Рассказывай Ты точно не из тех, кто позволяет себе скучать Особенно рядом с тобой Хватит друг другу подлизывать, что за просьба Я и не подлизываю Подробности будут потом Главное, для этого задания тебе не нужно оружие Только гидрокостюм Ты меня заинтриговала А зачем гидрокостюм? Так я тебе и рассказала Придется поднапрячь воображение А ты умеешь найти ко мне подход О, то ли еще будет Ладно, ладно, уговорила Тебе повезло Я отлично выгляжу в гидрокостюм Пока не увижу, не поверю За ранчо-коронады есть дамба, знаешь? Ну да, а что с ней? Да с ней все норм У озера стоит маленькая заброшенная бунгало Приезжай туда на закате То есть, это свидание? Когда придешь, тогда и выяснишь И я тоже Пока, Ви Ви, круто выглядишь Учитывая все дерьмо, которое мы с тобой расхлевали Ну, если и это учесть, то ты выглядишь охуительно Что там у шельм? Сходки, идеи? Все как обычно? Не знаю, я с ними почти не пересекаюсь А че так? Да ничего нового Бесят они меня, вот и все Ничего не слышала про облака? Как у них там? Да ничего интересного Новые условия, все как-то пытаются адаптироваться В том числе и я То есть, пока не получается? Да нет, почему? Ты как будто загрустила Эм, да нет Джуди? Давай не будем про облака, про шельм, про Росаку с Милитеховым И про то, что мир катится в сраное говно Я не хочу сегодня думать о плохом Если можно Ладно, теперь расскажешь, что мы тут делаем? Слушай, я последнее время много экспериментировала с Виртами И придумала, как записывать дорожки двух актеров одновременно Хотела с тобой это протестировать Если ты не против Как ты совместила две отдельные нейродорожки? Сначала я пыталась создать единый профиль из двух потоков данных Но, как ты понимаешь, получилась херня Наверное, все спуталось Интерференция, белый шум Ага, эффект был как в плохом артхаусе Но я же упоротая, я так легко не сдаюсь Потом я все-таки вычленила отдельные чувства Хотя и не сразу То есть главное загрузить их на отдельные нейродорожки Неплохо А что мне надо делать? Ничего особенного Просто писать для меня брейнданс И все? Ну погоди, что значит и все? Может это будет моя лучшая работа за всю жизнь Снимать вроде можно где угодно Зачем было ехать именно сюда? Это дом человека, которого я когда-то знала Теперь он стоит пустой Я тут иногда останавливаюсь То есть мы будем писать в доме? Нет, мы будем писать под водой Я против, не соглашайся Пусть ищет другого подопытного кролика Ну как? Ты в игре? А что тебе не нравится? Не знаю По-моему сама идея тупая И я как подумаю, насколько там темно и глубоко У меня сразу на лбу которого нет Выступает пот, блять, который я не выделяю Ты можешь просто остаться на берегу Конечно в игре Супер! Тогда пошли Все железо у меня здесь Окей, теперь затягивай попу в костюм Это твое хобби? Что? Запихивать девушек в облегающий гидрокостюм? Нет, нырять Ныряю, когда есть время А насчет девушек Тут у меня очень строгий отбор А почему ты выбрала именно это место? А что, тебе не нравится? Место как место, только что в нем такого? Очень много чего Наберись терпения и все узнаешь Давай установим тебе скроллер Вода ядовитая, это не страшно? Для того нам и нужны костюмы Ты бы хоть сначала спросила, умею ли я плавать Не боишься, что я пойду на дно, как мешок с камнями? Ну, прямо уж мешок Ты себя сильно недооцениваешь А ты классно смотришься в гидрокостюме Ты меня еще в форме Макс Таффи не видела О, а она у тебя есть? Ага, выиграла в споре С тех пор висит в шкафу и ждет, так сказать, своего часа О, я запомнила Ну ладно, погнали Фух, ледяная вода, жди меня Ну все, мы готовы Сначала ты Не отплывай далеко и старайся погружаться медленно Все-таки куда мы плывем? Куда-то на среднюю глубину Там темно, но течение не сильное Должно быть безопасно Хочешь точные координаты? Нет, не надо, просто буду держаться рядом Ну и отлично Как я понимаю, Вирта для тебя не просто способ срубить бабла Само собой Это же как, например, картины или песни Их пишут, чтобы вызывать эмоциональный отклик Для этого, в общем-то, и существует искусство Вот именно, искусство просто триггер для эмоций А брейнданс, это и есть сами эмоции Все, пришли Подплыви ближе и посмотри прямо на меня Супер Так, сигнал нормальный Теперь помоги мне еще кое-что проверить Надо настроить технику Сперва датчики движения и запись Поплавай вокруг меня Ну и как тебе вид? О, ты видишь тоже, что и я? А, прямо сейчас? Да-да, я все вижу Визуальные сенсоры у меня напряжены Не отрицаю Я как будто раньше и не замечала, какая ты вообще-то красотка Ха-ха-ха-ха Дыши ровнее, а то кислород кончится Движение синхронизировано Теперь плыви обратно Теперь проверим звук Я тебе напою песню, а ты скажешь название Слышишь меня? Я вроде нормально тебя слышу Надо, чтобы звук был идеальным Отплыви подальше Знаю, сорентина, он ли ю Я вообще не люблю такие соплевые песенки, но это в последнее время почему-то заело Все, с калибровкой мы закончили Теперь мы сонастроены Что теперь? А теперь я покажу тебе кое-что классное Приготовься Теперь держи крепко, не отпускай Погружаемся Погружаемся Круто Скажи Ого Просто офигеть Что это? Атлантида Наша Личная Этот город назывался Лагуна Бент Представляешь, еще 15 лет назад тут жили люди Да Припоминаю Корпо из Найт Сити решила построить ту дамбу На мнение людей просто забили Дома, детские площадки Все затопило Тебя что-то связывает с этим местом Угадала Я здесь выросла Не приезжала с тех пор, как Лагуна Бент перестала существовать Зачем ты показываешь это мне? Для меня это важно Мне кажется, это идеальные условия для эксперимента И почему они идеальные? Потому что я надеюсь, что ты воспримешь весь набор чистых эмоций, которые рождает у меня этот город Они должны вызвать у тебя какую-то реакцию Вот ее я и хочу уловить Мне нравится Поплыли Я столько раз представляла, как возвращаюсь сюда У меня ушло много лет, чтобы на это решиться А чего раньше не приезжала? Хороший вопрос Я могла бы сказать, что у меня не было времени, техники, настроения Но вообще Сама идея оказалась мне странной Тем более я не хотела ехать в одиночку Или с кем попала Дайнер Фло Лучшая едальня в городе Она же единственная Бургеры были так себе Слишком жирные Конечно, это я теперь так говорю Тогда-то мне казалось, что ничего вкуснее в мире быть не может А рядом, там мы жили Соседняя дверь Я и дедушка с бабушкой Скажи, когда захочешь двигаться дальше Странное место для фото в рамке Да вынесло течением из какого-нибудь дома Что-то можно разобрать? Эм... не то чтобы Смотри, какая штука Похоже на старую фотокамеру DPI 350 Можно сказать раритет? Это хорошо? Ты что? Офигенно! Хоккейная клюшка У вас тут что, был каток? Откуда? Мы гоняли на роликах прямо по асфальту Альварес, где ты там? Мы без тебя проигрываем Иду! Ща мы им наваляем Вырешена? Извини, я побегу Меня зовут О, кажется, это отвалилось от этой твоей бургерной А, для тебя вкус детства это хот-доги в Капитане Кальенте С острым соусом из хаванера И, конечно, вкуснее всего они были, если стащить их с прилавкой Назвался Кальенте? Будь добр делать соус, который прожигает насквозь А где твои родители? Своего отца я не знаю Мать умерла, когда я была совсем маленькой Я ее не помню Когда смотрю на ее фото, я вижу Чужого человека Джуди, Джуди, сиротан облюде Просто такая бедая Что я неожиданно родителей не хватила Что это было? Какие-то голоса Голоса? Я никого не слышала, кроме тебя Вот, возьми камеру Лучше пусть будет радовать тебя, чем зарастать его Ого, спасибо Расскажи про своих дедушку с бабушкой Они тебя любили? У деда была техническая жилка Он меня всему научил Он еще всегда такие истории рассказывал Я могла сидеть и часами его слушать А бабушка была взрывная Быстро злилась и моментально остывала А куда они переехали? В Найт-сити? Да, на пару лет Сняли ту квартиру, которая сейчас моя Но этот город они терпеть не могли Переехали потом в Орегон Я их иногда навещаю Поплыли дальше, Джуди Есть, капитан Следуйте за мной Мы здесь ищем что-то конкретное? Нет, просто смотрим, что тут есть Мне почему-то тут очень спокойно Такое чувство, что мы вне времени В каком-то пузыре Еще немного побудем и поплывем дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, что я не понимаю? Почему жители оставили машины, когда уезжали из города? Эй, я по-твоему такая старая? Этим развалюхам лет пятьдесят, не меньше Они тут стояли, когда я пешком под стол ходила И выглядели не намного лучше Зато было удобно играть в Макстаг и киберпсих Смотри-ка, даже не знаю, что может быть более бесполезно в подводном мире Ммм, вода в бутылке Пять баллов, Джуди, пять баллов Смотри-ка, не твоя? Бедная Блин, пролежала тут одна двадцать лет Так, значит, твоя? Нет Это кукла Дженни Чапман Ты отобрала у нее куклу? Да нет Спрятала Я была жестокой Спрятала? Зачем? Я считала, что только лохи играют в куклы На самом деле, просто пыталась привлечь ее внимание Прикинь? Когда-то слово кукла значило игрушку И ничего больше Давай посмотрим, что дальше Ага, как раз покажу тебе кое-что Ты не представляешь, как странно плавать там, где... Где ты бегала в детстве, пока вокруг текла обычная жизнь Да, немного представляю Ха! А церковь не изменилась Она всегда была старая и выглядела, как будто ее забросили к нам с другой планеты И у нее были треснутые колокола, поэтому они звучали довольно жутко Хрипло так Странно, я про них вообще не помнила, а сейчас как будто их слышу Не знаю, как это может быть, но я тоже слышу колокола Да? Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект Закрыто Жалко Да погоди, можно поискать какой-нибудь другой вход Я только за Что? Тебе нравилось ходить в церковь? Что думаешь, я туда ходила? Я вообще не обращала на нее внимания Стоит себе и стоит Когда мы узнали, что лагуны Бент собираются затопить То все пришли сюда и обсуждали, как этому помешать И чем все кончилось? Ну, сама видишь Я нашла пролом, кажется, через него можно проплыть Угу, жди меня Я сюда однажды забралась, когда никого не было Встала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо И… Тебя не выгнали? Я сама убежала Там было такое эхо, что я чуть не обосралась Подумала, что это голос моей совести Я очень следила из того, что мне нравится одна девчонка Женя Чаблон Девушки отдыхают Ты смогла меня вытащить Не знаю, не думала, как-то не до того было Осторожно, не спеши Короче говоря, ты спасла мне жизнь Спасибо А я говорил, что плавать в ядовитые лужи – плохая идея Если б меня еще кто слушал Ядовитые лужи – это твой конструкт? Ты его слышишь? Ну, не то, чтобы просто в моей голове появилась мысль Которая была не моя и не совсем твоя Не обращай внимания на его треп У нас сложные отношения Да, о чем с тобой говорить? Думаю, тебе пока нельзя садиться за руль Я тоже подустала Машину везти не хочется Может, останемся на ночь? Что думаешь? А почему бы и нет? А чей это все-таки дом? Ты сказала, что знала хозяина Один наш сосед ни за какие деньги не хотел уезжать из лагуны Бент Хорошо, полицейские успели его вытащить, пока не пришла вода Он построил себе домик, чтобы жить поближе к лагуне Но потом заболел Тогда вода была гораздо более ядовитая Ты, наверное, замерзла, да? Сейчас сварю кофе Ты какой пьешь? С молоком, если есть Прямо как я Ой, забыла включить генератор Генератор? А что дальше? Джакузи? Финская сауна? Нет Но водопровод работает Давай я Тебе сейчас лучше отдохнуть Я буду очень осторожна А вот передатчики эмоциональных волн можно было отрегулировать получше Пару раз от тебя импульс шел Слишком сильный Кстати, про риск А вот смотри, я на вас Знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие Готово Готово Все, можно открывать твой спа-салон Будь осторожна Конечно Конечно Черт Джуди! Ты что-то сказала? Я не расслышала Что-то случилось? Что-то случилось? Нет Дом закрыли и неизвестно, когда откроют Не говорить, не думать об этом не хочу Я не хотела тебе говорить Не хотела портить наш с тобой день Не волнуйся Я хотела... Я хотела... Не хватает Ух ты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Посидишь со мной немного? Я наконец сварила тебе кофе Доброе утро Слушай Насчет вчерашнего Что это было? Не помнишь? Или хочешь, чтобы я напомнила? Ты же понимаешь, о чем я? Что это для тебя означало? Думаю, в смысле, надеюсь, что это было начало чего-то хорошего Хотя, может, ты это видишь иначе? Ах, как же ты иногда тупишь Ты вообще-то спутала все мои планы Я собиралась уехать из города навсегда Даже вещи начала собирать Но теперь Теперь я думаю остаться Почему ты хотела уехать? Понимаешь, меня как-то придавило тем, что случилось Но сейчас Но сейчас Я смотрю на Найт-Сити И он выглядит гораздо более привлекательно Дай мне руку, Вейк Что? Зачем? Не спрашивай Просто дай мне руку Поздравляю Вы получаете неограниченный доступ к моей квартире О, хочешь, чтобы я переехала? Смотри сама Можешь просто приезжать под настроение Даже не знаю, что сказать Со мной такое первый раз Спасибо за доверие Подвезти тебя домой? Ты поезжай, если хочешь Я тут еще немного побуду И сама доберусь Пока, Джуди Субтитры сделал DimaTorzok